Здравствуйте, дорогие мои зрители! С вами Любовь Овчинникова, педагог-психолог, писатель, инструктор по йоге. Почему нужно поднимать ноги вверх? Оказывается, благодаря этой привычке можно существенно обновить свое тело и избавиться от многих недугов. Это одна из самых простых поз и не требует гибкости или силы. Делать ее можно в любое время. Итак, какие же есть варианты поднятия ног вверх? Первый вариант. Нужно лечь на пол, отвести ягодицы от поясницы и через согнутые колени поднять ноги вверх. Руки могут быть вдоль туловища, плечи отводим, шею не напрягаем. И можно также положить руки под углом 90 градусов. Ноги прямые. Затем сгибаем ноги в коленях и через бок поднимаемся. Итак, второй вариант. Кладем рядом с собой кирпич. Также ложимся и устанавливаем кирпич на нижнюю грань под крестец и через согнутые колени поднимаем ноги вверх. Я прошу заметить, что кирпичик устанавливаем не на поясницу, а на крестец. Руки можно положить на живот, можно положить под углом 90 градусов. Тогда будет расширяться грудная клетка. Ноги держим прямо. Лежим и спокойно дышим. Вдох, живот поднимается, выдох, живот опускается. Затем, кто идет дальше, можно поставить кирпич на среднюю грань и также через согнутые колени поднять ноги вверх. Руки также можно установить на живот. Можно поставить их, положить под углом 90 градусов, тогда будет расширяться грудная клетка, либо завести, ухватиться за локти и завести руки за голову. Тогда будет мягко вытягиваться вся боковая поверхность тела. Так можно в таком состоянии, можно находиться столько, сколько вам будет комфортно, до нескольких минут. Затем, кто идет дальше, мы приподнимаем таз и устанавливаем кирпич поперек, не вдоль, а поперек, на самую высокую грань, также на крестец. Там есть такая небольшая площадочка и через согнутые колени поднимаем также ноги вверх. Руки положить под углом 90 градусов, либо можно взяться в замок за кирпичом. И третий вариант. Руки можно, взявшись за локти, завести за голову. Тогда будет мягко вытягиваться вся боковая поверхность тела. В таком положении не забудьте поменять захват локтей. И в таком положении можно оставаться несколько минут, столько, сколько вам будет комфортно. Затем также через согнутые ноги мы опускаем, ставим стопы на пол, приподнимаем таз, убираем кирпич и отводим ягодицы от поясницы, прижимаем колени к груди. Затем можно вытянуть ноги и немного отдохнуть. И затем через бок поднимаемся. Следующий вариант. Поднятие ног у стены. Сначала нам нужно сесть боком к стене, прям плотно прижавшись боком к стене. И затем, ложась на пол, поднять ноги на стену. Таз нужно плотно приложить к стене. И поднять ноги вверх. Можно чуть-чуть их раздвинуть. Затем руки можно также положить под углом 90 градусов. Либо положить руки на живот, либо за голову. Затем можно еще вариант. Оперевшись на ноги, приподнять таз и положить кирпич под крестец. И все то же самое. Руки под углом 90 градусов или на живот, или можно завести руки за голову. Взявшись за локти. Если кто идет дальше, то можно положить на стопы утяжелитель. В данном случае у меня утяжелитель весом 5 килограммов. Я его поднимаю вверх. Он давит утяжелитель на стопы. И тогда у меня поясница более плотно прижимается к кирпичу или к полу. И идет более сильное воздействие на тазобедренные суставы. И это оздоравливает. Руки лежат под углом 90 градусов. Затем мы убираем утяжелитель. Опираясь стопами, убираем кирпич. И через бок поднимаемся. Есть еще один вариант поднятия ног с болстером. Вместо этого можно использовать несколько одеял. И очень удобно входить через голову. Устанавливаем ноги на стену. Немножечко сползаем вниз. Таз оказывается очень плотно прижатым к стене. Отводим еще ягодицы от поясницы. И уже не требуется никаких дополнительных усилий. Остаемся в этом положении. Руки под углом 90 градусов. Можно положить на живот. Дышим. Можно дышать животом. Затем мягко сползаем вниз. Ноги укладываем. Вскрестив ноги, укладываем на волстер. Руки можно под углом 90 градусов или захватить за локти, за головой. Только не забывайте менять захват рук. Так можно находиться очень длительное время. Столько, сколько вам комфортно. И затем через бок поднимаемся. Поднятие ног вверх очень положительно влияет на весь организм. Улучшает пищеварение, снимает отеки, уменьшает усталость и тяжесть в ногах, способствует лучшей циркуляции крови, успокаивает нервную систему, уменьшает боль в спине и снимает стресс и тревогу. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет еще очень много интересного. Будьте здоровы! Всего вам доброго!